После короткого возвращения в дифференциальное уравнение снова обсуждаем интегрирование. И сегодняшняя лекция посвящена формулам Мьютона-Ливница. По-английски она называется Fundamental Theorem of Calculus – фундаментальный теорем анализ. И это название, в общем-то, оправдано, потому что традиционно в анализе два столпа анализа – это дифференцирование и интегрирование, дифференциальное интегральное исчисление, а формула Ньютона-Ливница их связывает. Она говорит, что на самом деле операция взятия интеграла, операция вычисления площади оказывается в неком смысле обратной к операции дифференцирования. И как раз мы сейчас про это поговорим. И первое, что нужно обсудить, это как раз вообще, что мы могли бы получить, если бы заинтересовались вопросом о том, как устроена операция обратно к операции дифференцирования. И это история про первообразные. Я не знаю, как правильно говорить первообразные или первообразные. Подозреваю, что на эту тему есть какие-нибудь местные особенности. Ну, типа, в Москве говорят вещественные числа, в Питере говорят действительные или наоборот. Возможно, что с первообразными и первообразными тоже есть какое-то такое разделение. В общем, я как-то привык говорить первообразные и буду говорить так же. Значит, кто это такие? Ну, давайте я дам определение. Пусть у меня есть какая-то функция f, и пусть она непрерывна на отрезке от ADB. Тогда ее первообразный f, давайте считать, что f у меня просто определенная на отрезке AB для простоты. Тогда ее первообразный f называется функция, тоже определенная на отрезке от ADB. Которая обладает таким свойством, что для всех точек x из этого отрезка производная функция f большое равняется f маленькому. То есть задача отыскания первообразной – это попытка ответить на такой вопрос. Нам дана какая-то функция, производной от какой эта функция является. Давайте я приведу какой-нибудь пример. Ну, давайте начнем с чего-нибудь простого. Вот, например, пусть f от x равняется нулю. Что вы можете сказать про ее первообразную? Констант. Да, любая константа подходит на роль первообразной, потому что от любой константы производная ноль. С другой стороны, никакая функция, которая не является константой, не подходит на роль первообразной, потому что нам нужно, чтобы эта функция была бы дифференцируемой. Если бы у нас была бы какая-нибудь такая дифференцируемая функция, которая бы не была бы константой, то ее производная не была бы в какой-то точке нулю. Почему мы пишем f' от x? Ну, f большая штрих. Ой, ой, ой. Просто f от x, конечно. f' от x будет равняться нулю. Производная константа равна нулю. То есть, если бы так оказалось, что у нас есть значение, если бы так казалось, что у нас f от x не константа, то тогда бы это бы означало, что у меня есть два разных значения этой функции. Но это бы означало, что где-то между этими значениями обязательно нашлась бы точка, в которой производная была бы равна... угловом акценту хорды, угловом акценту текущей. Ну и тогда бы условия, вот это условие, не выполнялось бы по теле Малаганжа. Вот. Ну хорошо, давайте что-нибудь более веселое. Вот пусть у меня f от x равняется, там, я не знаю, скажем, x квадрат. Что значит f большая двоеточие промежуток отрезок от a до b, тире r. Это означает, что f большая это функция, которая определена на отрезке от a до b, а значение принимает vr. Это такое общее обозначение для отображений. Значит, так обозначается отображение вот отсюда, вот сюда. В этом случае это просто говорится, что числовая функция задана вот на этом у нас. Вот. Хорошо, давайте найдем первообразную для функции x квадрат. Получается x квадрат плюс константа? Да, x квадрат плюс константа. Как видите, у нас всегда при нахождении первообразных возникает вот это вот плюс константа. Потому что, ну понятно, что если у меня есть первообразная, то если я добавлю к ней константу, первообразная определяется своей производной. Если я добавлю константу, то это означает, что производная не изменится. Поэтому, если есть какая-то первообразная, то есть это же первообразная плюс что-то, плюс какая-то константа. Таким образом, получается, что у нас всегда ответ на вопрос первообразный, это всегда какое-то семейство функций. Особенно говоря, как можно было догадаться до этого x куб на 3? Можно было бы вспомнить, что при дифференцировании у нас степенные функции остаются степенными. И при этом показатель степени уменьшается на единицу. Ну, значит, при обратной операции показатель степени должен, наоборот, увеличиться на единицу. А еще при дифференцировании выносится константа, ну и нам нужно это скомпенсировать. То есть, если бы я написал просто x кубе, то у меня при дифференцировании вот эта вот тройка бы вырезала вот здесь в качестве коэффициента. Я получил бы не x квадрата, а 3x квадрата. Вот, чтобы это скомпенсировать, мне нужно поделить на x квадрата. Поделить на 3. Ну, вот в таких простых случаях нам удается найти первообразную. Надо сказать, что это бывает не всегда, и можно привести пример функции, для которой вот просто явно отыскать в виде формулы отыскать первообразную, либо сложно, либо невозможно. Например, вот у такой функции, скажем, е в степени x квадрат, первообразная не записывается в виде формулы, составленной из элементарных функций. А это значит, что ее нет, или именно что мы просто ее не умеем видеть? Ну, мы ее не умеем записывать, значит, мы ее не умеем записывать в виде формулы, которая использует те функции, которые мы раньше обсуждали. в виде формулы, в которой участвуют элементарные функции. Ну, элементарные функции – это, в общем, те функции, которые мы до сих пор проходили в стеке. Синусы, косинусы, логарифмы, экспоненты, корни. Когда мы так говорим, нам еще нужно доказать, наверное, что... Ну, доказать, что действительно первообразная не записывается. В виде такой формулы – это непростая задача. Я не знаю, как это делается. Вот, я просто это в данном случае демонстрирую как факт. Знать его доказательства не нужно. Я правильно понимаю, что мы будем доказывать, что первообразные функции восстанавливается, как бы вид функции восстанавливается? Сейчас, по первообразной сама функция восстанавливается просто дифференцированной. Ой, нет, нет, не по первообразной. Наоборот, что вот если я даю какую-то функцию, то вид первообразный, он не единственный. То есть нету какой-то G от X такой, что магическим образом… Это мы сейчас докажем, да. На самом деле все первообразные, они в неком смысле одинаково отличаются только вот этой константой. Это я сейчас докажу. Вот. Вот к этому нужно быть готово. В некотором смысле, ну, вообще так если подумать, то вот это как раз нормальная ситуация. В некотором смысле какая-то магия, что, например, операция дифференцирования оставляет нас в классе элементарных функций. То есть что если у нас есть формула, в которой участвуют экспоненты логарифма синус и косинус, то в результате дифференцирования снова получается формула, в которой участвует более-менее тот же набор функций. Ну вот как-то так вот с дифференцированием получается, что это все хорошо работает. Вот с обратной операцией все гораздо более хитро, и нахождение первообразных – это задача, которая не имеет такого простого алгоритма, какого имеет задача нахождение производных. Вот. Ну, давайте действительно докажем утверждение. Пусть у нас есть две разных первообразных. Две различные первообразные. Одной и той же функции f. Значит, я обращаю внимание, что я формулирую определение для первообразных только для функций, которые непрерывны на отрезке. В принципе, можно было бы это определение обобщать на какие-то более широкие классы функций. Но сделать это совсем хорошо непонятно как, и поэтому я сейчас вообще не хочу на эту тему заморачиваться. Я хочу говорить только про непрерывные функции. А мы, зная производную, но не зная первообразную, мы же можем представить первообразную в виде формулы Тейлора? Или нет? Можно. Можно. Это правда. Это хорошее замечание. Действительно, поскольку вы знаете, если у вас есть какая-то первообразная, вы знаете ее производную. И на самом деле это означает, что вы знаете все ее производные. Дальше вы можете взять ссрую производную, это все, что взять первую производную функцию f и так далее. Поэтому действительно, если, ну, действительно, например, вы знаете, там, Тейлоровский многочлен, любой Тейлоровский многочлен для функции f большой. Другое дело, что не всякие функции равны своим рядам Тейлора. Поэтому сказать, что мы можем просто вот прям совсем в явной форме всегда найти первообразную с помощью рядов, это некоторое преувеличение. Но, тем не менее, это действительно хорошая мысль, и действительно она показывает некоторую мощь всей вот этой истории про формулу Тейлора. Что даже когда мы не знаем явную формулу для некоторой функции, если мы знаем ее ряд Тейлор, то если мы знаем ее все производные, то мы, на самом деле, много чего знаем про функцию. Вот. Окей. Итак, значит, у меня есть две различные первообразные для одной и той же функции f. Тогда я утверждаю, что существует такая константа c, что для всех x на нашем отрезке от a до b, m большого от x, это просто g от x плюс константа. То есть, иными словами, если есть разные первообразные для одной и той же функции, то они гарантированно отличаются на константу и никак иначе. Давайте. Давайте мы это докажем. Как вы думаете, как это доказать? Ну, просто представить эти первообразные f и g с разными константами, типа c1, c2. А кто вам сказал? Нет, это тогда вы считаете, что вот они записываются как бы одной и той же штукой, но просто с разными константами. А мы как раз это хотим доказать. Мы как раз хотим доказать. Давайте это от противного. Ну да, или от противного. То есть, разность f и g равна какой-то функции новой. Да, давайте просто рассмотрим функцию h от x, которая есть f от x минус g от x. И вот нам нужно доказать, что это функция константа. Как это сделать? Дифференцировать можно? Подумка. Ну, ровно. Что там? Производная. Ну, производная взять, если вы учесть. Давайте возьмем производную. А штрих от x это будет... Берем, дифференцируем, и получается такая штука. f штрих от x минус g штрих от x. И что получается? Ноль. Получается ноль. Потому что и первая производная, и вторая производная равны f. Поэтому это ноль. Ну, как мы только что говорили, если у какой-то непрерывной функции нулевая производная, то гарантировано, что эта производная... Значит, вот если эта производная там существует на отрезке, на каком-то то, и сама функция является константой. Ну, собственно говоря, я только что это говорил. Давайте я еще раз скажу, что если существуют какие-нибудь x1, x2, такие, что h от x1 не равняется h от x2, то по теореме Лагранжа на конечных превращениях существует точка c, лежащая на интервале от x1 до x2, что h штрих в точке c будет равняться h от x2 минус h от x1 разделить на x2 минус x1. И это не ноль. Это противоречие с этим вот утверждением. И все доказано. А почему мы уже из того, что h от x равно 0, мы не могли сказать, что все доказали на сайте константа? Ну, как бы, но фактически нам нужно нам нужно пользоваться утверждением, что константы – это единственная функция с торжественно-нулевыми производными. Это правда, но доказательство этого факта вот оно здесь приведено. Можно было бы считать, что это уже известно, но формальное доказательство вот я решил еще раз воспроизвести. Спасибо. Вот. Хорошо. Значит, давайте теперь вернемся к нашим интегралам. Значит, какая связь между первообразными, которые мы сейчас обсуждали, которые вроде как относятся к истории про дифференцирование, и интегралами, которые, которые вообще, казалось бы, про другое, которые про площади. Ну, в принципе, кажется довольно естественным, что задача вычисления площадей как-то должна быть связана с задачей, ну, вот обратной задачей к задачей отыскания скорости. Давайте я приведу такой пример. Значит, скорости и площади. Вот представьте себе, что у вас есть данные про, скажем, то, там, насколько выросло... Допустим, насколько выросло ваше благосостояние, насколько много у вас... насколько больше или меньше у вас стало денег за, допустим, несколько месяцев. Представьте себе, что у вас есть такая картинка. допустим, вот здесь вот январь, здесь февраль, тут будет март, тут будет апрель. Что-нибудь в таком роде. И, значит, на этой картинке у меня сейчас нарисованы столбики, которые соответствуют, допустим... Значит, каждый столбик – это прирост... 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 как бы это... как это назвать... в общем, благосостояние за месяц. Да, то есть в некотором смысле вот эта вот величина, которую я здесь рисую этими столбиками, значит, вот здесь она будет положительная. В некотором смысле она показывает то, с какой скоростью меняется ваше благосостояние. Например, если у вас вот эти вот столбики, они положительные, это означает, что у вас денег становится все больше и больше. Если оно в какой-то момент становится отрицательным, то это означает, что за этот месяц у вас ваше благосостояние уменьшилось. И если я теперь знаю, например, что у меня на начало года благосостояние было равно нулю, то как мне найти его, ну вот, допустим, за вот эти вот первые четыре месяца? Общее благосостояние, которое у вас получилось в конце периода. Ну, мы просто складываем первые два месяца, потом с минусом третий и прибавляем последний. Да, а вот геометрически это будет чему соответствовать? Площади под графиком. Вот она будет соответствовать площади вот этой штуки. Причем вот эти вот штуки вы берете со знаком плюс, вот эту штуку вы берете со знаком минус. У этого же вроде даже название какое-то было, типа ориентированная площадь или что-то такое. Ну, да. Площадь с счетом знака. Вот. То есть, в принципе, довольно естественно, что если у вас есть картинка, на которой изображена чья-то производная, производная какой-то функции, а вы хотите понять, чему равна сама функция, то вам нужно иметь какое-то отношение к площади, использовать что-то, связанное с площадью. Ну, и вот оказывается, что это действительно так работает. Конкретно вот эта вот история с месяцами, она такая дискретная, у нас есть дискретные периоды. Общая история про связь производных и первообразные, она работает с непрерывным временем и, соответственно, с мгновенными скоростями. Давайте я сейчас сформулирую теорему, которая как раз называется формулой Литт-Лимницы. Она говорит следующее. Значит, пусть у нас, как обычно, F непрерывно на отрезке от А до В. И пусть F большое... Собственно говоря, давайте вот так напишу. Значит, у меня есть два утверждения. Первое утверждение. Интеграл от А до Т. F от X до X. Вот смотрите, вот если я смотрю на такой интеграл, называется интеграл с переменным верхним пределом. Значит, для разных значений Т у меня получаются разные числа. Вот если у меня вот это Т какое-то конкретное число, то интеграл – это просто обычный определенный интеграл, это просто число. Если я Т начинаю менять, то у меня возникает некоторая функция, которая зависит от этого Т. Вот эту функцию я могу обозначить через F большое от Т. И утверждение состоит в том, что F большое – это первообразное F маленькое. То есть производное его в какой-нибудь точке Т. Есть F маленькая от Т. Я понимаю, что это глупый вопрос. Мы это разбирали на прошлой паре. Но можете упустить, что в данном контексте значит Fx на dx. То есть мы домножаем Fx на delta x? Значит, ну вот в контексте интегрирования вот этот dx – это штука, которая возникает из… Ну вот, когда мы определяли эту самую интегральную сумму, у нас здесь была вот эта самая delta x. Помните? И вот этот dx, он происходит действительно вот отсюда. из-за того, что было здесь умножение на вот эту delta x. Значит, зачем он нужен, и почему мы всегда пишем интеграл именно в такой форме, оставляя вот этот dx? Будет чуть более понятно на следующей лекции, когда мы обсудим формулу замены переменных в интеграле. И там окажется, что когда вы делаете замену переменных, когда вы x заменяете на какую-то другую величину, скажем, говорите, что x равняется, допустим, t квадрат, у вас вот эта часть тоже меняется, причем меняется некогда вполне естественным образом, так как меняются дифференциалы. Так что пока что можно не слишком сильно задумываться о природе вот этого dx. Можно считать, что это такой элемент обозначения, у которого мотивировка – это то, что мы хотим сохранить как можно больше воспоминаний про вот эту интегральную сумму. Извините, а можете, пожалуйста, повторить, для чего мы изначально ищем первообразную? Значит, для чего мы… Сейчас, значит, смотрите, у нас часто встречаются задачи интегрирования. Вот сейчас я сформулирую, вот я сейчас деформулирую теорему, которая называется формулой метриклимницы, которая позволяет вести задачу интегрирования, то есть задачу отыскания площади. К – задача отыскания первообразной функции. И вот эта задача, задача отыскания первообразной функции, оказывается, что, ну, как ее решить, гораздо проще, чем просто считать площадь по определению. Спасибо. Вот. Ну, собственно говоря, второе утверждение, которое мне сейчас понадобится, такое. Пусть же какая-нибудь первообразная функция. ф. Тогда интеграл от а до b f от x dx – это всегда g от b минус g от а. Вот как раз это второе утверждение, оно как раз и демонстрирует, что если я теперь хочу найти интеграл от какой-то функции, допустим, от какой-то функции с заданной формулой, и если я умею находить первообразную эту функцию, то я умею находить вот такие интегралы. Ну, и в принципе, задача отыскания первообразной вполне естественная. То есть довольно часто возникает ситуация, когда вы знаете производную какой-то величины, но не знаете саму эту величину. Например, многие законы, какие-то законы, которые приходят из реального мира, из каких-то реальных моделей, они формулируются именно в терминах того, что мы знаем, с какой скоростью меняется какая-то величина. Но простейший пример – это, скажем, какой-нибудь мультезианский рост популяции, когда вы знаете, что у вас скорость роста популяции пропорциональна размеру этой популяции. Вот это такой простейший пример ситуации, когда вам известно что-то про скорость, но вас интересует, какой у вас будет размер популяции через 10 лет. Вот для того, чтобы такого рода вещи решать, чтобы умеете отвечать на такие вопросы. Нужно уметь находить первообразные. Нужно по производным восстанавливать функцию. Давайте я докажу эту теорему. Начнем с первого пункта. Значит, вот у нас есть функция f от t, которая есть интеграл от a до t f от x dx. Давайте поймем, чего это вообще такое. Значит, вот у меня есть какая-то функция. Значит, здесь у меня x. Вот у меня есть a. И вот я выбрал какую-то точку t. И нашел вот такую площадь. Значит, меняю t. Допустим, если я t сдвину вот отсюда, вот сюда, у меня получится другая площадь. Соответственно, каждому значению t будет соответствовать свое значение вот этой функции f. Давайте проверим, что понятно, что это за функция. Вопрос. Скажите мне, чему равняется f от нуля? О, не, простите, не f от нуля, конечно. f от а. Да. f от а. Нулю. Нулю. Отлично. Потому что это как бы интеграл по такой вот тоненькой полосочке, полосочке нулевой толщины. Он должен быть нулевой. Хорошо. Теперь смотрите, значит, мне сейчас понадобится еще вот такое утверждение. Значит, оно было сформулировано в виде семинарской задачки, последней задачки в листочке. Я не уверен, что они во все дошли. Я не буду сейчас его доказывать, но мне оно пригодится. Значит, утверждение такое. Пусть функция f интегрируема на отрезках, допустим, ac и cb. Тогда интеграл от а до b, а от а до b, есть интеграл от а до c, плюс интеграл от c до b. Значит, ну, это на самом деле утверждение, геометрический смысл которого чрезвычайно понятен. Значит, вот у меня есть какая-то функция. И вот у меня есть мой отрезочек. Значит, вот а, вот b и вот какая-то промежуточная точка c. Утверждение, которое здесь сформулировано, говорит следующее, что площадь вот такой вот фигуры – это сумма площадей вот такой фигуры и вот такой фигуры. Геометрически совершенно очевидно, что так должно быть. Как бы могло бы так оказаться, что у меня какое-то неудачное определение интеграла, и в нем это равенство не выполняется. Но если определение интеграла хоть сколько-нибудь разумное, то это равенство обязано выполняться. Ну, и некоторые упражнения на определение доказать, что действительно так. Но оно нехти какое-то сложное. Значит, я сейчас не буду его доказывать, но мы будем сейчас этим пользоваться. Вот, это свойство называется аддитивностью интеграла. Вот. Давайте вернемся к нашей исходной истории. Значит, вот у нас есть вот такая вот функция. Давайте посмотрим. Ну, как? Нам нужно сказать, что f большое – это первообразное для f маленького. Ну, что это означает? Это означает, что нам нужно сказать, что производная f большого равняется f маленькому. Ну, давайте запишем, кто такая производная f большого. Значит, я еще раз воспроизведу вот эту картинку. f b, f, t. Значит, производная f большого в точке t. Ну, давайте по определению. Это есть предел при дельта t, стремящемся к нулю. f от t плюс дельта t минус f от t разделить на дельту t. Просто обреление производной написал. А теперь давайте смотреть, вот кто такая вот эта разность? f от t плюс дельта t минус f от t. Давайте сейчас считать, что у меня дельта t положительным. Это интеграл от a до t и от t до t плюс дельта t. Да, вот нам нужно сделать такой шажочек от t до t плюс дельта t. Вот t плюс дельта t. Значит, вот у нас есть вот такая площадь. Давайте я ее вот так вот заштрихую оранжевым. Значит, вот у меня есть вот такая площадь. Это f от t плюс дельта t. Это вот эта вот штука. Согласны? И минус f от t. То есть минус вот такая штука. Что получается в разности? Ну, в разности остается вот этот вот кусочек. Этот кусочек – это интеграл от t до t плюс дельта t от нашей функции. Давайте я так и напишу предел при дельта t, стремящемся к нулю. Единица на дельту t. И здесь я напишу, что это есть интеграл от t до t плюс дельта t. f от x dx. Ну, можно формально проверить, что тут в этой разности действительно получается такая штука. Ну, почему так? Потому что кто такой f от t плюс дельта t? Это есть интеграл от a до t плюс дельта t f от x dx. Мы знаем по аддитивности, что этот интеграл – это есть сумма двух интегралов. Интеграл от a до t плюс интеграл от t до t плюс дельта t. Соответственно, дальше можно просто заметить, что вот эта штука – это и есть f от t. И теперь, если я переношу ее в левую часть с минусом, то у меня в разности получается ровно вот эта вещь. Согласны? Да. Я хочу доказать, что f большой является первообразной для f маленького. Для этого мне нужно доказать, что производная f большого равняется f маленькому. Для того, чтобы это доказать, мы просто честно рассматриваем производная f большого по определению. Значит, получается вот такая вот штука. Вот такая вот здесь интегралочка. Теперь смотрите, какая идея. Давайте посмотрим на этот интеграл. Кто он такой? Во-первых, это интеграл по очень маленькому горизонтальному отрезочку. Во-вторых, что это означает? Отзначально, что у нас вот какая-то вот такая площадь, причем функция, значение функции вот здесь, на этом отрезке, меняется не сильно. Потому что, кстати, почему? Почему значение функции здесь нет? Она ограничена. Она ограничена на этого мало. Вдруг она была бы ограничена на него себя. А функция f непрерывная. Совершенно верно. Поэтому, в общем-то, разумно ожидать, что площадь вот этого вот участка, ну, она примерно равна площади вот такого прямоугольника. Здесь есть некоторый маленький криволинейный такой треугольничек, который показывает нам, что она не в точности равна площади этого прямоугольника, но примерно. А площадь этого прямоугольника – это дельта t умножить на f от t. И тогда, если бы мы поверили бы в то, что действительно площадь маленького прямоугольника, то тогда вот здесь вот было бы написано, здесь было бы написано дельта t умножить на f от t. Дальше вот эта дельта t сократилась бы с этой дельта t, и осталось бы просто f от t. То, что нам и требуется. Вот. Ну вот, давайте проверим, что она действительно так работает. То, что я сейчас сказал, это некоторое рукомахательство. Давайте проверим, что она так действительно работает совершенно аккуратно. А именно. Давайте вот что сделаем. Значит, вот я сейчас пишу доказательства, и я буду рисовать всякие картинки, буду писать всякие формулы в предположении, что дельта t больше нуля. Для дельта t меньшего нуля все происходит абсолютно аналогично. Мне просто неохота записывать формулы в два раза одинаковые. Поэтому давайте будем считать, что... Считаем, что дельта t больше нуля. Обратный случай рассматривается аналогично. Значит, давайте посмотрим на отрезочек от t до t плюс дельта t. Мне известно, что функция обязательно непрерывна на этом отрезочке, и поэтому она достигает там своего максимума и минимума. На отрезке функция f достигает своего максимума и минимума. Ну, максимум-минимум, конечно, если мы рассматриваем ограничение функции на этот отрезок. Не то, чтобы она обязана была достигать какого-то совсем глобального максимума. Но вот на этом отрезке, если мы ограничим ее на этот отрезок, то там у функции есть максимум и минимума. В чем она их достигает. То есть существуют такие x-minimum и x-maximum. Такие, что f от x зажаты между f от x-maximum и f от x-minimum. Значит, вот это верно для всех x-ов из нашего отрезка. Вот эти вот точки x-maximum и x-minimum, они, вообще говоря, зависят от delta t. Давайте я это в явной форме тоже пропишу, потому что для разных отрезков эти точки будут разные. То есть я просто говорю следующее. Я просто говорю, что вот давайте мы на этом отрезке найдем ту точку, в которой достигает самое маленькое значение, и ту точку, в которой достигает самое большое значение. Сейчас, извините, пожалуйста, а вот я помню, в DZ у меня было такое же место. Это мы говорим, что функция непрерывна, и поэтому это так? Да, да, да. Значит, да, совершенно верно. Это обосновывается тем, что функция f непрерывна. Значит, так как f непрерывна. Ну, она непрерывна на отрезке от a до b. Отрезок от a до b включает в себя отрезок от t до t плюс delta t. И поэтому функция непрерывна на этом отрезке поменьше, и значит, она достигает своего максимального минимального значения. У нас была такая теорема. Вот. Теперь смотрите, давайте я возьму вот это вот неравенство и проинтегрирую. Да? Извините, я не очень поняла, зачем нам обозначение x минимум от delta t и x максимум от t? То есть, например, зачем t, а во-вторых, почему они разные? Тоже от delta t. Стало понятнее? Значит, и та, и другая точка зависят от отрезка, потому что вот у меня был, допустим, был вот такой отрезочек, и здесь точка максимум достигалась вот здесь. А я взял отрезочек поменьше, и у меня точка максимум теперь стала другая. Ага, ясно, спасибо. Да, здесь была опечатка, я забыл здесь написать delta. Вот, теперь смотрите, значит, мы знаем из семинаров, что неравенство можно интегрировать. Так что давайте мы вот эти вот неравенства возьмем и проинтегрируем по отрезку от t до t плюс delta t. Значит, это все мудрено звучит, интегрирование неравенств, все такое прочее, но на самом деле я сейчас делаю ужасно простую вещь. Сейчас я допишу формулу и вернусь к картинке. Смотрите, что я говорю. Я говорю, что вот эта вот площадь вот этой вот криволинейной фигуры, она зажата между площадями двух прямоугольничков. Давайте я, может быть, получше нарисую эту картинку, более крупную. Значит, вот у меня есть функция. Можете прямо немного поднять? Спасибо. Спасибо. Значит, я говорю, что вот эта площадь, она зажата между площадями двух прямоугольников. Один прямоугольник вот такой, и он проходит по самому маленькому значению функции f, а другой прямоугольник вот такой. Значит, вот у нас два прямоугольника. Один красный, а другой желтый. Значит, что будет происходить дальше? Я говорю, что моя вот эта вот розовая площадь, она зажата между площадями этих двух прямоугольников. и давайте мы эти площади просто явно напишем. Значит, вот чему равняется вот этот вот интеграл, который тут написан? Ну, получается f от x минимум на delta t. Да, совершенно верно. Так, давайте я себе куда-нибудь... Значит, вот эта штука, это просто f от x минимум на delta t умножить на delta t. Потому что это просто интеграл от константы. С точки зрения вот этого интеграла, здесь вообще нет никакой зависимости от x. Это просто интеграл от константы. И здесь то же самое. Это тоже интеграл от константы. Значит, это delta t умножить на f от x максимума от delta t. Вот, то есть получается, что наш интеграл от t до t плюс delta t... Еще раз, можете вот это красное равенство объяснить? Смотрите, значит, давайте я вот к этой картинке еще прорисую. Два штриха, и будет более понятно, наверное. Значит, вот эта вот штука, это значение f в точке x минимум от delta t. Вот эта штука, это значение f в точке x максимум от delta t. Значит, те функции... Давайте посмотрим на вот эти вот неравенства. Здесь посередине написана какая-то функция от x, а справа и слева написана штука, которая от x вообще не зависит. Какие-то константы. Значит, вот в данном случае на вот этой картинке я говорю, что у меня есть две горизонтальные прямые. Вот одна горизонтальная прямая, которая проходит по минимуму значению функции, а другая горизонтальная прямая, которая проходит по максимуму. И теперь интегралы от вот этих вот констант – это просто площади соответствующих прямоугольников. Вот, например, вот этот вот интеграл – это площадь вот этого красного прямоугольника. Значит, здесь по горизонтали будет написано delta t, а по вертикали минимальное значение функции на этом отрезке. И он ограничивает наш вот этот вот интеграл снизу. Нет, это я понимаю. Я просто не очень понимаю, что вот интеграл, который зависит от f, от x min delta t, то что вообще значит? Ну, вот эта штука – это на самом деле константа. С точки зрения вот этого интеграла, вот эта штука – это просто константа. Но вот у нас было, смотрите, у нас было вот такое неравенство. Значит, у нас было написано, что во всех точках x из нашего отрезочка, вот из такого отрезочка, f от x больше либо равняется, чем вот эта константа. Я проинтегрировал. Это неравенство. Значит, у меня слева возник интеграл от вот этой константы, справа у меня возник интеграл от f. Да, все, все, я понял. Вот, да, t у меня сейчас какая-то фиксированная штука. Значит, вот с точки зрения вот этих вот, t у меня сейчас совсем фиксированная. Значит, у нас тут как бы есть три серии переменных. Значит, у нас есть t, который мы зафиксировали, в нем мы сейчас ищем производную. У нас есть delta t, который возникает из определения производной. И еще у нас есть точка x, которая бегает на вот этом отрезке от t до t плюс delta t, когда мы записываем вот такого типа интеграл. Конструкция тут такая, если смотреть на эту формулу, то, в общем, не то, чтобы было все совсем просто. Но мне кажется, вот эта картинка должна сделать эту формулу достаточно понятной. Мы просто говорим, что площадь, которая нас интересует, она лежит между площадями двух прямоугольников. Вот такого и вот такого. Окей? Вот, давайте я теперь это, сейчас, не нравится, еще раз выпишу. Вот так. И как вы думаете, чего я теперь хочу с этими всеми неравенствами сделать? Предельный переход? Да, но прежде чем сделать предельный переход, я хочу сделать еще одно действие. Заметьте, что мне нужен предел, а не вот этой штуки. Предел этой штуки-то я знаю, чем уравняется. А мне нужен предел вот такой. Что нужно сделать с неравенствами? Разделить на дельту Т. Да, разделить на дельту Т только, не на дельту Х. Ну да. Да, давайте разделим на дельту Т. Тут я как раз воспользуюсь тем, что я предположил, что дельта Т положительная, поэтому могу часто поделить, ничего от этого не сломается. Вот, а теперь можно сделать предельный переход. А почему мы смогли поделить? Можете еще раз сказать? Ну вот, у нас было вот такое неравенство. Неравенство можно делить на положительные числа. Дельта Т положительное число. Хотим и делим. А почему у вас дельта Т оказались? Они у вас просто должны были сократиться. Значит, на дельта Т квадрат. Нет, просто. Я все неправильно написал, простите. Я вот просто поэтому не понял, почему мы поделили. Да, да, да. Сделал с точки сюда наоборот нужно. Там, где нужно было поделить на дельту Т, я не поделил, а там, где не нужно, там поделил. Вот так. Теперь правда. Теперь смотрите, значит, делаем предельный переход при дельта Т, стремящемся к нулю. Куда стремится Х максимум от дельта Т? Просто к Ф от Х максимум. А кто такой Х максимум? Просто к Ф от Т. Просто к Ф от Т, потому что, вот смотрите, Х максимум от дельта Т. Ну, хорошо, значит, на этой картинке Х максимум будет находиться вот здесь, вот в этой точке. Значит, на этой картинке у нас вот здесь Х максимум от дельта Т, а вот здесь Х минимум от дельта Т. Но важно то, что и х-максимум, и х-минимум находятся на отрезке от t до t плюс дельта t. Поэтому куда они стремятся? Х-максимум от дельта t, он, например, находится на отрезке вот на таком. Значит, когда дельта t стремится к нулю, он стремится просто к t. И то же самое с х-минимумом. Я не до конца поняла последний равен. У нас же х-максимум, дельта t – это максимальные значения на отрезке. Почему оно меньше равно, чем t плюс дельта t? А f от него – максимальное значение на отрезке. А сам х-максимум – это та точка, в которой это значение достигается. А, все хорошо. То есть это какая-то точка этого отрезка. Ну вот смотрите, вот у меня на этой картинке, видите, у меня х-максимум – это вот эта точка, а х-минимум – это вот эта точка. Это какие-то точки на горизонтальной прямой, на оси х. Да, логично. Вот, значит, и то же самое, на самом деле, происходит с х-минимумом, ровно то же самое. Все стремятся к t. А с другой стороны, функция f является непрерывной. Поэтому можно применить как бы теорему предельно сложной функции и сказать, что, ну окей, у нас х-максимум стремится к t, а х-минимум стремится к t, а f непрерывно. Значит, можно перейти к пределу в f и сказать, что все это дело чудесным образом стремится к f от t. Сейчас здесь мы пользуемся непрерывностью. Переход к пределу – это когда мы взяли какое-то неравенство и записали пределы перед как бы каждым. Ну да, это называется предельный переход к неравенству. Когда мы говорим, что если у нас было неравенство до предела, то оно сохраняется и после того, как мы перешли к пределу, если пределы существуют, ну и если неравенство было нестрогим. То есть нестрогие неравенства сохраняются, а строгие, вообще говоря, превращаются в нестрогие. Ну у нас здесь все нестрогие неравенства. А я правильно понимаю, что у нас штука посередине тоже будет стремиться к f от t по теореме трех милиционерах. Да, по теореме двух милиционерах f от t будет тоже стремиться, вот вся вот эта вот штука будет тоже стремиться к f от t. И это, в общем-то, победа. Потому что вот эта штука, это в точности пределы этой штуки при дельта-т, стремящемся к нулю, это в точности наши производные. Так, стоп, это какая производная? Это первая производная функции f в точке t. Вот смотрите, вот мы с этого начали. Функция f большого. То есть у нас есть функция f большого, которая наша интеграла с переменным верхним пределом. Мы от него считаем производную. И вот мы доказали, что эта производная, значит, что вот этот вот предел, он действительно равен f маленькому. А, все, я понял. Вот мы доказали, что он действительно равен f маленькому. А я правильно понимаю, что на протяжении всего этого доказательства мы как бы пользовались вот первым, вот когда мы выписали два факта, да, в самом начале, я правильно понимаю, что вот эти, да, я правильно понимаю, что мы первым как бы пользуемся как дано? нет смотрите значит мы вот вот эта вот часть это определение вот вот эта часть это не утверждение это просто определение кто такое в большого положение решили ну мы так обозначили мы обозначили вот эту вот штуку через большое после этого мы доказываем и собственно говоря вот это вот вся вот это вот вся вот эта вот часть который мы сейчас сделали это доказательство вот этого утверждения что вот так определенное в большой является первообразной для функций маленькой да значит я мог бы я мог бы это сказать вынести за то утверждение которое мы делаем это просто обозначение вот ну как вроде доказали у меня остается одна минута и мне этого хватит чтобы доказать второе утверждение докажем теперь второе утверждение пусть же какая-то первообразная для функции f маленькая тогда интеграл от a до b f от x dx значит мы хотим доказать что он равняется же от b минус же это я пока просто воспроизвел это утверждение которое я хочу доказать а теперь я его докажу а именно давайте снова рассмотрим функцию f который есть интеграл от a до t f от x dx смотрите вот эта функция f от t тоже является первообразной для функции f маленькая и же является первообразной для функции f маленькая что тогда можно сказать про f и же да значит как мы только что доказали его большое это первообразная для f маленькое следовательно существует такая константа c что f большое от t равняется же большая от t плюс константа осталось найти чему равна константа давайте заметим вот что чтобы найти чему равна константа давайте найдем значение давайте давайте поставим сюда т равна а получается такая штука f от а равняется же от а плюс константа вопрос чему равняется и фото 0 и фото это ноль был бы интеграл от а до а такой интеграл всегда равен 0 значит таким образом константа равняется минус же это таким образом давайте теперь напишем что получается получается что f от т это просто же от т минус же это ну и осталось сюда подставить b получается вот так и мы доказали то что хотели доказать вот это тоже первообразная f да это тоже первообразная f маленькая но смотрите значит вот мы хотели доказать что интеграл от а до b это есть разница между значением первообразной в точке b и значение первообразной в точке а вот этот интеграл это в точности наше f большого взяты в точке b вот просто по пленю вот этого большого если здесь вместо t подставляю бы это получается вот ровно тот интеграл который написан в левой части ну вот мы и и увидели что действительно этот самый интеграл действительно равен разности же от b минус же а почему же это тоже в ноль не обращается а это какая-то другая первообразная вот мы знаем что вот конкретно вот это первообразная обращается в а вновь во что там во что там обращается же мы не знаем же это какая-то другая первообразная которая не имеет никакого отношения к нашему вот нашему вот такого вот интеграл поэтому она совершенно не обязана обращаться в лобе в точке а ну как бы смотрите возвращаюсь к истории про изменения про изменения того как какое количество денег у вас есть да вот что здесь написано значит еще раз вернусь вот этой формуле интеграл от а до b f dx равняется какому-то уже же от б минус же это где же штрих от x есть f есть f от x то есть как бы смотрите вот давайте я скажу так что же это допустим сколько денег у вас есть момент времени x а тогда кто такой f f это как быстро вы теряете лин или наоборот приобретаете деньги накапливаете деньги или зарабатываете деньги да то есть это то есть f маленькая скорость роста и что здесь сказано здесь сказано что разница между тем сколько у вас есть денег в конце периода и в начале периода это интеграл от скорости роста по этому периоду вот это такой более человек читаемый способ интерпретировать эту формулу вот эта формула замечательна тем что здесь в качестве же подойдет любая первообразная но в принципе понятно почему любая потому что если я заменю вот эту же на какую-нибудь другую первообразную то что у меня произойдет что произойдет вот здесь просто будет какая-то другая буква да но как она связана с вот этой мы знаем что все первообразные отличаются путем прибавления константы поэтому заменить вот это первообразную на какую-то другую это все равно что подойдет вот этой штуки прибавить будет констант а что произойдет вот здесь мы вычитаем эту констант да ну вот как бы вот к саму вот этого штуки в константы прибавится а поскольку она сидит с минусом то она вычтется поэтому если я же заменяю на какой-нибудь же плюс константа то значение вот этой штуки не меняется поэтому как раз мы можем здесь призвольно выбирать первообразную как хотим так и выбираем можно еще раз объяснить почему вот f это у нас равняется нулю давайте посмотрим кто такой f f это вот такой интеграл давайте вернемся к картинке где мы его определяем например вот к этой значит f это интеграл от а до t вот этой функции если t просто равно а это означает что у вас верхний и нижний предел интегрирования совпадают то есть это означает что у вас начало интеграла и конец интеграла совпадают у вас получается такая узкая полоска но настолько узкая что у нее просто ширина нулевая площадь этой штуки всегда равно нулю так еще вопросы у меня такой вопрос на который наверное придется долго отвечать так что если у кого-то есть вопросы короткие то я наверное не успею желающих видимо нет в общем они могли бы вы пожалуйста как как бы воспроизвести roadmap доказательства первого пункта из вот этой теоремы первого утверждения как да давайте да давайте еще раз пройдемся смотрите значит вот у нас история такая вот мы сначала мы определили вот такую функцию понятно как функции ведет себя кто 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 она такое да да дальше мы говорим следующее мы хотим доказать вот сам себе первый пункт он говорит что в большого вот так определенная это первообразная для f маленького то есть это означает что его производная равна значит во всех точках производная вот это его большого равно вот этому и в маленьком вот соответственно дальше мы это и доказываем собственно говоря вот у нас наше доказательство оно начинается с того что мы просто выписываем пытаемся понять как в принципе устроена производная для вот этого большого вот ну что такое производная это означает что нам нужно взять от нашего момента т отступить чуть-чуть на какую-то дельту т и посмотреть на разницу между значением f от т плюс дельта т минус f от т мы выяснили что вот эта вот штука в числителе это просто площадь вот такого вот такой вот фигурки так а дальше мы будем уменьшать дельта т и смотреть что с этой площадью происходит чем меньше дельта т тем вот эта вот наша фигурка больше похоже на просто вот такой прямоугольник потому что значение функции f мало меняется на маленьких отрезках потому что функция f непрерывная вот давайте вообще прежде чем идти дальше давайте вообще поверим в то что здесь у нас вот частный прямоугольник вот такой давайте посмотрим что тогда будет написано вот тут значит если здесь вот такой вот прямоугольник как как я нарисовал чему тогда равен вот этот интеграл дельта т умножить на f от t получается совершенно верно именно так теперь смотрите значит если я заменю этот интеграл на вот такой вот его прикидочную вот на такую нашу прикидку то смотрите что здесь произойдет вот этот дельта т скоротится вот это дельта т и у нас в мы сразу получим что вот эта производная она на самом деле как раз равна f маленького вот это ключевое место этого рассуждения все остальное это некая техника которая нужна чтобы обосновать что действительно вот этот наш вот этот наш вот наша площадочка что она действительно не сильно отличается от вот этого прямоугольника по площади при маленьких дельта t и то что вот этим отличие можно можно пренебречь когда мы делим на дельта d вот даже собственно говоря аккуратно аккуратно направо устроено так что мы вместо того что просто сказать что вот это вот наша площадочка что она примерно равна какому-то прямоугольнику мы ее явно ограничиваем двумя прямоугольниками. Вот таким, который соответствует самому маленькому значению функции на этом отрезке. И вот таким, который соответствует самому большому значению функции на этом отрезке. А теперь мы говорим, что по мере того, как у нас длина вот этого отрезка, дельта t, будет уменьшаться, у нас на самом деле произойдет следующее. У нас вот эти два прямоугольника, которые ограничивают наш, которые ограничивают нашу фигуру, они будут на самом деле сходиться друг к другу. Потому что у вас минимальное значение функции и максимальное значение функции будет стремиться просто к значению функции вот в этой точке. Потому что у вас отрезок становится все меньше и меньше. Да, логично. Вот. И поэтому на самом деле оказывается, что действительно наша вот эта вот площадь хитрая, она на самом деле просто зажата между двумя площадочками. Вот такой и вот такой. А из вот этих двух площадочек, они, каждая, на самом деле, стремятся точно так же стремятся к дельта t умноженной на f, как и в предыдущем примере. Ну, если быть точнее, то верно такое утверждение, что если мы берем каждую из вот этих двух площадей, делим ее на дельту t, то это просто, ну, а, собственно говоря, что такое? У нас эти площади, это просто дельта t умножить на значение функции в точке максимума и точке минимума. Вот они. Дальше, если мы их поделили на дельту t, то остается просто значение функции в точке максимума и точки минимума. Но поскольку отрезок становится все меньше и меньше, то вот эти значения, они просто стремятся к значению функции в точке t. Из непрерывности функции. Вот, ну и, значит, действительно, теперь мы говорим, что вот эта штука стремится к F от T, вот эта штука тоже стремится к F от T, ну а вот эта штука, которая между ними, она никуда не денется и тоже будет стремиться к F от T по теме двух милиционеров. Все доказали. Нет, спасибо большое. А я все равно не поняла, где мы доказали? Мы хотели доказать, что производное F большое, это F маленькое. Вот F маленькое нашли как-то. Мы его не просто нашли, а мы его нашли ровно как производное F большого. Потому что, смотрите, кто такая производная F большая? Это значение вот такого предела. И именно значение этого предела в конечном итоге оказалось равно F маленькому. Вот смотрите, вот последний наш переход. Вот я записал вот эту вот штуку. Значит, вот этот самый наш интегралчик, деленный на дельта T. И сказал, что теперь если дельта T стремится к нулю, то вот эта штука будет стремиться просто к F от T. Это как раз означает, что мы доказали, что производная F большого равна как раз F от T. Хорошо. Так, а вот тут еще написано, пользуемся непрерывностью. Это мы где пользуемся непрерывностью? Значит, пользуемся непрерывностью, это когда, это на самом деле вот в этих вот стрелочках. Значит, вот тут вот мы пользуемся непрерывностью. Потому что мы здесь говорим следующее. Мы говорим, что у нас X минимум стремится к T, и X максимум стремится к T. А дальше, пользуемся непрерывностью F, мы говорим, что тогда значение F вот в этих точках обязанно стремиться к F от T. Хорошо, спасибо. Пользуемся непрерывностью функции F. Вот еще вопросы? Нет. Хорошо. Ну что, все тогда. Так, и еще вопрос. Мы написали потом тогда интеграл от A до B. Это мы знаем или мы это хотим доказать потом? Вот сейчас. Чуть-чуть пониже, пониже. Вот здесь вот тогда. Да, смотрите. Нет, вот это вот мы сейчас доказываем. Вот все вот это, вот это мы сейчас хотим доказать. Давайте я как-нибудь это отмечу, что... Это я просто переформулировал еще раз формулировку пункта 2. Значит, вот это вот мы сейчас доказываем. Значит, мы говорим, что если же какая-нибудь первообразная, тогда обязательно вот это равенство выполняется. И доказываем так. Сравниваем G с вот этой вот нашей первообразной. Вот мы только что доказали, что вот эта функция так определенной является первообразной. А G это какая-то другая первообразная. Но тогда отличаются они на константу. А теперь нам нужно найти эту константу. Константа находится из условия, что вот про вот эту F мы знаем ее значение в точке A. F в точке A равно нулю, потому что это будет интеграл от A до A, и он нулевой. И тогда у нас получается вот такое равенство, с которым мы выясним, что константа это просто минус G от A. Вот, а теперь мы знаем, значит, мы знаем, что F от T это есть G от T плюс константа. Мы знаем, что константа это просто минус G от A. Значит, F от T это просто G от T минус G от A. Да, ну дальше понятно. Вот, ну дальше просто вспоминаем, что чтобы найти вот такой вот интеграл, нам нужно в F подставить B, и вот мы получаем, что здесь X от G от B минус G от A. Так, еще вопросы? Можете вниз, пожалуйста, промазать еще. Вниз сюда? Да, тут нет больше ничего, хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Хорошо, ну все тогда, до свидания. Спасибо. Спасибо.